Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брачева, и мы обсуждаем сегодня непростую тему, как вести себя на допросе в налоговом органе. Хотя сразу анонсирую, что будем говорить, я надеюсь, с коллегами. У меня три эксперта, я сейчас их представлю нашим слушателям. Тем не менее, будем говорить не только о допросе в налоговом органе, а мы уже заранее до эфира договорились, что сделаем тему немного шире и поговорим о допросах в принципе в правоохранительных органах, но, естественно, в связи с коммерческой бизнес-деятельностью. Мы не будем обсуждать, наверное, насильственные преступления и все, что с ними связано, а именно все, что связано с бизнесом, с хозяйственной деятельностью, с обысками, с различного рода проверками. И озвучу телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире, и по этому телефону можно позвонить, задать ваш вопрос или рассказать ситуацию, попросить у экспертов комментарии. Можно также написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». Ну, а я представлю экспертов, их сегодня трое. У меня в студии находятся Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, Дмитрий Малышев, руководитель налоговой практики КСК Групп, и Николай Егоров, мой коллега, адвокат адвокатской палаты Московской области. Доброе утро, коллеги! Здравствуйте, Настя! Доброе утро! Доброе утро! Ну, не только Настя, но и, собственно, все наши слушатели. Ну, а я предлагаю, наверное, все-таки с самой темы, которая у нас анонсирована, начать, как вести себя на допросе в налоговом органе. Мне бы хотелось первоначально понятие нашим слушателям кратенько-кратенько сказать, как люди оказываются на допросе в налоговом органе. Каким образом их должны вызвать? В связи с чем это бывает? Ну, наверное, я начну. Действительно, значит, есть не только допросы, есть и опросы. И действительно, инспектор выездных налоговых проверок может допрашивать под протокол налогоплательщика, представителя налогоплательщика. И действительно, могут сотрудники МВД, полицейские опрашивать. Это, вот, наверное, дознаватели. Дознаватели могут нас опрашивать в рамках, значит, своей деятельности, которая связана уже с уголовной тематикой. И следователь наш может допрашивать под протокол. И, наверное, действительно, моим коллегам уступлю слово. Но, наверное, сначала надо с фискальными органами разобраться. Вот как они вызывают, мне интересно, да? Вот каким образом вызывают человека? Или к нему приходят прямо вот... Письмом счастья, Анастасия. Письмом счастья. Вот расскажите нашим слушателям про письмо счастья, когда имеет право, например, не ходить человек, получивший это письмо счастья и так далее. На что он имеет право? Это вопрос отвечу. Прежде всего, мы разговариваем про экономические поставляющие, да? То есть, когда в отношении компании инициируется выездная налоговая проверка, либо это может быть камеральная проверка. И уже в рамках этих мероприятий налоговые органы могут вызвать должностных лиц для дачи определенных показаний по той или иной сделке. Если, допустим, в отношении какой-то определенной компании начатая выездная налоговая проверка, то в рамках налогового кодекса налоговые могут допустить любое лицо, которое имеет прямое или косвенное отношение к этому налогоплательщику. Допустим, был генеральным директором контрагента, либо был главным бухгалтером контрагента, либо это сотрудники. Сейчас наблюдается такая практика, когда налоговые очень любят допрашивать бывших сотрудников налогоплательщика. Которые же не связаны с компанией. Да, которые не связаны с компанией и что-то могут рассказать. Да, обязательно. Да, поэтому здесь, в принципе, налоговые в рамках своих контрольных мероприятий ничем не связаны с какими-то определенными ограничениями по допросу тех или иных лиц. Не только генерального директора, но, допустим, и кладовщика, да? Да, любое лицо, кто может дать какие-то определенные пояснения в рамках деятельности той или иной компании. И сейчас, опять же, повторюсь, есть такие тенденции, что если раньше налоговые допрашивали в основном третьих лиц по деятельности компании, допустим, генеральных директоров контрагентов, сотрудников, то в рамках некого устрашения они допрашивают самого налогоплательщика, которого они проверяют. То есть они приходят в кабинет генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, начинают с ним под протокол беседовать. Тем самым люди уже понимают то, что все, что они сказали, скажут, либо не скажут. Может быть, использовано против вас. Давайте спросим, вспомним американские фильмы. А вот вопрос у меня такой. Допустим, проводится проверка, допустим, выездная проверка у некой организации. Соответственно, понятно, что владелец компании, сотрудники компании могут предположить, что будут какие-то опросы проводиться, допросы и так далее. Но, тем не менее, вот сидит, вот та ситуация, о которой вы сейчас рассказали, сидит генеральный директор, к нему приходят и начинают с ним под протокол разговаривать. Какие у него есть права, может, он не хочет сейчас под протокол, может, у него голова болит, может, он неадекватно вообще осознает происходящее ввиду своего плохого самочувствия. Я сейчас специально такие утрированные вещи говорю, да. Но, тем не менее, как себя вести и вообще на что имеет право человек? Обязан ли он сразу начинать говорить? Ну, понятно, что если хочет, если ему не нужен, например, адвокат, он может и сразу беседовать, может, нечего скрывать компании, почему бы и нет. Но, тем не менее. Ну, здесь опять же, да, он может сказать, что он отказывается от посетки топленной те или иные вещи, не помнит, забыл, надо уточнить, надо это проверить. Но, в любом случае, если мы с вами говорим про опрос в рамках налогового кодекса, то здесь, наоборот, чем правильнее ты сказал и дал какие-то определенные пояснения, тем более, если ты являешься должностным лицом к топленной компании, ты должен понимать все процессы, происходящие в этой компании. Чем детальнее ты сказал, тем лучше. Да, потому что мы с вами говорим о том, что если ты показал картину о том, что ты, да, ты вовлечен, ты знаешь топленные процессы, ты за них отвечаешь, да, как бы ты понимаешь, что это были за контрагенты либо за те или иные сделки, там только будет плюс, от тебя отстанут. А если ты начинаешь говорить, вот я не помню, то уже понимаешь, что здесь можно немножко поднадавить, чтобы получить больше информации. Тогда мне хотелось бы, может быть, сразу дать некий совет нашим слушателям, да, то есть если в компании происходит проверка, то к вот этой беседе, о которой мы сейчас с вами говорим, надо готовиться заранее. Ну, мы с вами сейчас говорим именно о опросах стороны налогового органа, да, и о протоколе допроса, остальное, в рамках статьи 89-го налогового кодекса, не в рамках уголовного процесса. Именно налогового, мы решили, что мы начнем все-таки с той темы, которая у нас анонсирована. То здесь, да, то есть надо бы прекрасно понимать, что началась эта проверка, как правило, уже предмет проверки будет известен, когда налоговый даст требования о предоставлении документов по тем или иным сделкам, значит, мы уже прекрасно понимаем, что налоговая интересуется именно этими компаниями, потому что в рамках предпроверочного анализа они уже проанализировали именно эти сделки, потому что мы должны с вами прекрасно понимать, что налоговый слепую никогда не выходит с проверкой. Они знают, где надо смотреть, что надо смотреть, и они прекрасно понимают, какую сумму до начисления они со СМИНиумом должны взять по итогам этой проверки. Сразу надо, мне кажется, оговориться для наших слушателей, что основной налоговый риск — это риск доначисления. И основная претензия, которая обращается фискалами к налогоплательщику, это то, что поставщики и подрядчики, они были недобросовестные, или недобросовестные компании стояли где-то там дальше по цепочке, и НДС, и налог на прибыль в бюджет не попал. Да, это именно те статьи доначисления, которые можно выявить заблаговременно до проверки, не выникая в деятельность компании. То есть банально по счетам посмотреть, кто с этими фирмами работает. Да, они делают даже, в принципе, не по счетам, они могут вызвать спират-компанию на комиссию по удельному вычету НДС, чтобы они там представили книгу покупок, книги и продаж, тем самым мы сразу получаем доступ ко всем контрагентам, с которыми они работают. Плюс они могут запросить выписку в банке, чтобы посмотреть, куда какие деньги ходили. И уже на основании этих сумм и компаний, тем более у налоговой есть список фирм, однодневок уже, которые ранее где-то были выявлены по тем или иным признакам, они смотрят. Кто с ними работал и начинает уже с этими компаниями. Да, делают запросы в налоговую, где они стоят на учете, эти компании получают от них регистрационные дела на отчетности декларации, сопоставляют с движением денег, с отчетностью, которая там с цифрами этого отчетности. Они прекрасно понимают, пустышка эта компания, либо нет. Дальше будет уже зависеть от того, как эта компания с ними выстроила взаимоотношения, была ли при реальности, были ли какие-то определенные меры должной осмотрительности с этой компанией. Ну вот как раз в рамках вот этих беседы под протокол, это вернее не беседы под протокол, это допрос, будем вещи с вами называть под протокол, в том числе налогоплательщик, его должностные лица, которые говорят под протокол, они должны показать реальность сделок, они здесь не должны запутаться в своих показаниях, они должны на своем участке достаточно хорошо разбираться в финансово-хозяйственной деятельности, которые ведет их компания. И из их показаний должна следовать, что сделка была реальная, раз, и второй момент, что они проявили должную осмотрительность и осторожность. Я прошу прощения, потому что мы должны обязательно сейчас будем выслушать новости, две минуты, после этого вернемся в эфир и будем дальше обсуждать тему допросов в налоговых органах. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать тему, как вести себя на допросе в налоговом органе, хотя мы уже озвучили, что обсуждаем сегодня тему несколько шире, мы будем говорить не только о допросе в налоговом органе, но в принципе о всех, я бы назвала так, взаимодействиях с контролирующими правоохранительными органами в связи с предпринимательской деятельностью. Напомню, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495, можно позвонить, задать ваш вопрос, либо рассказать ситуацию, или дать ваш комментарий, также все то же самое можно в печатном виде уже сделать на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». У меня трое экспертов в студии, это Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, Дмитрий Малышев, руководитель налоговой практики КСК Групп и Николай Егоров, адвокат адвокатской палаты Московской области. У нас в первой части программы было обсуждение, как вести себя на допросе в налоговом органе. Мы взяли именно ту тему, которая у нас анонсирована, и обсуждали мы с вами, что если, например, в компании происходит выездная проверка, я такое некое эссе, с вашего позволения, коллеги, сделаю, если в компании происходит выездная проверка, как правило, была к этой проверке подготовка, и налоговые органы уже знают, что ищут, и знают, что и где хотят найти, когда уже непосредственно приходят в компанию, и тем не менее налоговые органы могут опрашивать массу людей, любых людей, которых сочтут необходимым, в том числе как сотрудников компании любого ранга, которые могут что-то знать о проверяемых обстоятельствах. Это могут быть бывшие сотрудники, это могут быть и непосредственно руководители, например, тот же генеральный директор, о котором, как мы образно говорили, хотя это часто не образная реальная ситуация, могут прийти и проводить допрос уже с составлением протокола. И в данной ситуации как раз мы обсуждали, что нежелательно избегать этого допроса не потому, что нет возможности, такое всегда можно сказать, что требуется адвокат, не может отвечать, нужно вспомнить, забыл, плохо себя чувствует, вызвать скорую и так далее. Такие возможности всегда существуют, но тем не менее, если есть возможность показать свою реальность, реальность тех сделок и тех операций, которые проводились в компании, это нужно сделать и воспользоваться именно вот этим вот допросом. Я правильно такое эссе сделала, коллеги? Да, абсолютно верно. Я бы хотела задать, сейчас санонсирую вопрос для вас, мы потом выслушаем слушателей, которые нам... Вот сейчас звонок в эфир, я вижу, и все-таки к нему вернемся. Вопрос в самом начале вы озвучили, когда я спросила, каким образом люди оказываются на допросе налоговых органов. Первое, что было с вашей стороны сказано, письмо счастья. Вот я захочу немножечко вас поспрашивать об этом, но тем не менее у нас есть звонок в студии. День добрый, слушаем вас. Алло, слушаем вас. Добрый день, сейчас убавлю. Хотел вопрос задать экспертам. Первый вопрос, моим имя Константин. Вопрос по поводу формулировки допрос, кладовщика особенно, да. И второй вопрос, то есть, ну, правомерность вообще. И второй вопрос по поводу того, что как-то эксперты, хотя вроде не сотрудники налоговой, да, ушли от вашего вопроса, от ответа. По поводу ответственности, да, то есть, в принципе-то, что будет, если кладовщик скажет, а не хочу говорить. Вот два вопроса. Я единственное сразу хочу сказать, кладовщик, это, по-моему, и моя тоже немного инициатива, а Константин сразу... Я, ну, утрирую, да. Да, это утрировано, и наоборот, чтобы... Да, чтобы легче было запомнить, мы специально берем такого. Хотя кладовщик тоже может много чего узнать по поводу товара. Конечно, по поводу реальности. Тем не менее, спасибо за вопрос, что скажете. Дим. По поводу ответственности, да. По поводу ответственности. Ну, здесь можно как бы... Одно дело, когда скажете, я вообще с вами не буду разговаривать, и даже вообще никакого малейшего желания у меня с этим нет. Либо вы можете сказать, что я не могу вам точно пояснить, потому что я там не помню, да, из-за того, что человек там что-то не помнит, либо он там не может там дать определенные детали, то здесь за это никакой ответственности не будет. А если человек скажет, не хочу говорить с вами. Да нет, ну, давайте по-честному скажем. Сотрудник не несет никакой ответственности, но предприятие несет ответственность. Будет отрицательный акт налоговой проверки, будут доначисления, и потом нужно будет пытаться, так сказать, эти доначисления оспорить сначала в ФНС, вот, это не удастся, допустим, и потом нужно будет идти в суд, и идти по трем инстанциям, зачем это нужно? Вот, Дмитрий, поясните, может? Можно я поясню, немножко по практике, Николай Егоров, адвокат, сейчас складывается, вот по ответственности, хотел сказать, сейчас складывается такая практика в налоговой инспекции, что перед началом допроса сотрудники налоговой предупреждают допрашиваемое лицо об уголовной ответственности, в том числе, за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний. Здесь я хотел бы отметить, что вся ответственность в ходе, так скажем, допроса в налоговой, она регламентирована только налоговым кодексом, только налоговым кодексом, и никаким уголовным кодексом, все эти предупреждения, они не обоснованы. Существуют штрафы, там, и за неявку на допросы, и за дачу заведомо ложных показаний, и за отказ от дачи показаний, и они находятся в пределах от 1000 до 3000 рублей, предусмотрены налоговым кодексом соответствующей статьей. Здесь можно сделать маленькую ремарочку. Институт такого огульного штрафования, твизлица за то, что они не явились на допрос, или они не захотели общаться, он настолько минимален, что налоговым просто нет времени этим вопросом заниматься, оставлять протокол об административном право нарушении. То есть личной ответственности нет, но ответственность очень большая, падает на предприятие. Какая ответственность? Самое трудное и сложное, что может произойти, это когда будут невнятные показания, на основании которых налоговый просто вынесет решение о донасширении неких сумм налогов. Будет сложно бороться вот уже с этим. А я даже могу вам объяснить, в чем смысл. Допустим, есть решение налогового органа, оно вступило в законную силу. Допустим, все, оно уже вступило. В течение 10 дней налоговый обязан вам начать процедуру принудительного взыскания денежных средств. Даже если вы пойдете в суд оспаривать данное решение, вы с ним не согласны, и вы знаете, что вы это выиграете, ваше обращение в суд не приостанавливает действия решения от налогового органа. То есть они опять же могут продолжать списывать с вас денежные средства, блокировать счета, направлять обосновление о взыскании за счет имущества от приставов. И самое страшное, если у вас есть задолженность по налогам, и вы не заплатили по налогам на основании потребований, это 199-я статья. Это же уголовный кодекс. Да. И чтобы этого всего избежать, компания должна пойти в суд, представить ходатайство о принятии судом обеспечительных мер. А на сегодняшний день такая практика существует, что суд без встречного обеспечения действия решения налогового органа не приостановит. Что такое встречное обеспечение? Это банковская гарантия. Это сами прекрасно понимают, что это минит кредит. Прийти в банк, убедить о том, что дайте мне деньги, потому что я вас спорю с налоговой. Или бы это денежные средства, которые вносятся на депозит суда. Размер там 50-70-100%. То есть, Дим, можно я срезюмирую, потому что многое, что наговорили, чтобы было очень-очень просто, очень-очень ясно. Конечно, наши кладовщики, бухгалтера и директора компании могут прятаться от инспекторов выездных налоговых проверок и не пояснять чего-то, но это сыграет против нашей компании, когда налоговики вынесут нам решение о доначислении. То есть, каждый кладовщик компании при выездной проверке должен быть готов к допросу, еще когда только начинается проверка. Вы знаете, я скажу, что даже мои коллеги, и Николай Егоров, адвокат, и Дмитрий Малышев, руководителем налоговой юридической практики КСК Групп, они участвуют в таких деловых играх, которые называются подготовка, первая игра называется подготовка к выездной налоговой проверке, используя методику налоговых органов, это некий род юридического такого аудита, когда имитируется налоговая проверка со всеми допросами, со всей проверкой документов, даже с психологической атмосферой, в которой это происходит. И потом людям гораздо легче проходить эти выездные проверки. И также мы... Потом они думают, ой, опять игра. Нет, нет, нет. Игра нужна для того, чтобы были эмоции, когда эмоции человек запоминает очень хорошо, что правильно говорить и с перепугу, чтобы какие-то неправильные вещи не наговорить, которые во вред потом пойдут. Так вот, и коллега, уголовный адвокат Николай Егоров, он проводит такие игры, которые называются опрос-допрос, осмотр-обыск, имея квалификацию и являясь следователем, как раз тоже это происходит в определенной психологической атмосфере, и люди запоминают, только так запоминают, как надо правильно себя вести. На самом деле, вот опрос-допрос, осмотр-обыск, я думаю, что мы коснемся непосредственно именно этих вопросов уже в следующих частях программы. Сейчас две минуты, слушаем новости, возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы обсуждаем, как вести себя на допросе в налоговом органе, а на самом деле сразу анонсирую, что сейчас мы будем говорить не о налоговых органах. Мне очень понравилось вот эти вот четыре слова подряд, они очень четко говорят о том, что мы будем сейчас обсуждать. Опрос-допрос, осмотр-обыск. Итак, напомню, что мы находимся в прямом эфире 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос, рассказать ситуацию. Говорим мы, ну, скажем, о взаимодействиях с правоохранительными и контролирующими органами в связи с предпринимательской деятельностью. И также на сайте finam.fm, на страничке программы «Формулы права», также можно написать ваш вопрос или комментарий. И я напомню, что у меня в студии трое экспертов. Это Игорь Островский, старший партнер КСК групп, Дмитрий Малышев, руководитель налоговой практики КСК групп, и Николай Егоров, адвокат адвокатской палаты Московской области. Сразу наших слушателей хочу предупредить, что коллег и экспертов сегодня в студии я попросила все-таки представляться перед какими-то такими необоснованными обстоятельными, я нисколько в обоснованности не сомневаюсь, перед обстоятельными ответами, для того, чтобы нашим слушателям было проще определить, кто сейчас говорит в эфире. И тем не менее, я, наверное, вопрос, вот этот опрос, допрос, осмотр, обыск, как мы анонсировали, я его обращаю к Николаю. Да, Николай, расскажите подробнее. Да, Николай Егоров, адвокат. Начнем опрос-допрос, да, в чем различие, в чем существенное различие. Опрос — это, так сказать, фактически беседа под запись, то есть дача объяснений гражданина сотрудникам правоохранительных органов. Здесь необходимо отметить, что давать какие-либо объяснения — это право гражданина, а не его обязанность. То есть вот как у нас Константин, слушатель, задал вопрос по поводу налоговых, да, допросов. Здесь мы можем спокойно отказаться, не поясняя. Если это опрос, и проводится вне рамках возбужденного уголовного дела, то здесь можно без всяких отказываться совершенно спокойно от дачи объяснений, руководствоваться чем угодно. Вы мне не понравились, да, не хочу с вами общаться, просто вот болею, плохо себя чувствую. Можно вообще не пояснять, вообще говоря, да? Не пояснять, абсолютно. Это мое право, я им воспользоваться не хочу. При допросе ситуация несколько другая. В данном случае Уголовный кодекс уже обязывает гражданину давать показания. Существует уголовная ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Ну, кроме этого, есть, собственно, конституционное право каждого гражданина отказаться от дачи показаний, если это может навредить вам либо вашим близким родственникам. Можно, так сказать, пользоваться этой статьей. Кроме того... Знаменитая 51-я статья Конституции. Да, знаменитая 51-я статья Конституции. Кроме того, не стоит забывать, что у каждого гражданина в соответствии с 48-й Конституцией Российской Федерации имеется право на оказание квалифицированной юридической помощи. На адвоката. На адвоката, да. Проще говоря, на адвоката. То есть киношная фраза такая, фраза из кино, я требую адвоката, она на самом деле реальность. Хотя правоохранители зачастую, так сказать, пользуются правовой бескрамотностью населения, говорят, что вот это вы фильмов насмотрелись, да, это к нам не относится, это все там в США, а у нас здесь такого нет. Нет, на самом деле есть. 48-я статья Конституции, она об этом говорит. В чем различие между обследованием и обыском? Обследование помещения, это, в принципе, такая тоже форма обыска, только тоже до возбуждения уголовного дела проводится в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности и в соответствии с законом о полиции. В законе о полиции четко предусмотрены права сотрудников полиции в статье 13, и они перечислены полностью, исчерпывающий перечень, и там не содержится право сотрудников полиции вскрывать запертое помещение, выламывать столы, вскрывать сейфы, что-то принудительно что-то вскрывать. Такая норма содержится в уголовном процессуальном кодексе относительно понятия обыска, соответственно, при обследовании помещения сотрудники в полиции не вправе. Могут ходить, смотреть. Могут смотреть, ходить и смотреть, совершенно верно. Применяются, конечно, уловки всякого рода, то есть, например, подходит гражданин, он сидит за столом, у него тумбочка рядом. Откройте. Откройте. Да, вот гражданин открывает тумбочку, все, все находится в открытом пространстве, тут же начинает, кстати, все осматривать, все оттуда вытаскивать. Аналогичная ситуация происходит с личными вещами, то есть, а чья это сумочка? Это сумочка моя. Откройте, пожалуйста, высыпите все на стол, высыпайте в открытое пространство, все, можно смотреть. При обыске уже, соответственно, там ситуация гораздо жестче, уже сотрудники полиции вправе выламывать все, вскрывать все, если даже люди не согласны с этим. И тут, наверное, сразу надо сказать, что допрос мы увидим по повестке, по врученной, и обыск, а не осмотр, мы увидим по постановлению. А вот у меня отдельный вопрос, я извиняюсь, что перебила, коллеги, но дело в том, что мне хотелось бы нашим слушателям четко не только разграничить, а вообще это один из наиболее частых вопросов, когда приходят на фирму, да, и человек еще не знает, кто пришел, отличить не может, как раз документы, или это пришли осмотр делать, или обыск, кто пришел и зачем пришли, да, кто пришел и зачем пришли, какие документы? В первую очередь я рекомендую проверять документы людей, которые пришли, то есть личные документы, служебное удостоверение, мы не знаем, кто это пришли, полно мошенников, которые приходят, сообщают недостоверные сведения. Вопрос сразу, я, допустим, сейчас не коллега ваш, и, соответственно, Николай, буду задавать вопросы, как будто человек, к которому пришли, или которые моделируют ситуацию, что пришли, имели я право записать содержание удостоверения, то есть человек мне должен его держать, да, пока я не изучу его должным образом, либо сфотографировать, например, его для того, чтобы, ну, как бы у меня не только в памяти осталось, их же может 10 человек прийти, а чтобы я могла точным образом знать, кто конкретно ко мне пришел. По вашему требованию сотрудник полиции обязан вам предоставить служебное удостоверение, не просто продемонстрировать, то есть показать, да, что оно у меня есть, а обязан предоставить вам время для того, чтобы вы ознакомились с ним. А что называется ознакомление? Могу ли я сфотографировать? Прочитали. Ну, сфотографировали вряд ли, наверное, а переписать его, да, совершенно спокойно, вы можете взять листок бумаги, Вот я хочу обратить очень важный момент. Вы правильно спросили, и Николай правильно ответил, вряд ли. Дело в том, Ну, можно попробовать. Да, дело в том, что у нас закон, он представлен в виде правоприменительной практики. Вот есть оперативная практика, есть правоприменительная практика, то есть есть некая традиция, в рамках которой вам либо позволяют что-то делать, либо что-то не позволяют. Вот переписать можно, а попытаться сфотографировать, действительно, Николай сказал, оперативный сотрудник может вам не позволить это сделать, и он будет в своем праве. То есть в любом случае, если пришли в организацию люди, первое, что мы делаем, мы спрашиваем, кто вы, они обязаны нам предоставить для ознакомления, для возможности переписать, записать, но требовать фотографии мы не можем, можно попробовать, но не получилось, значит, не получилось. Окей, дальше. Они должны сказать, зачем они пришли. А вторым шагом, вот, Коль, извините, я, вот вы правильно сказали, Анастасия, первым шагом, кто вы, а вторым шагом, надо звонить адвокату, и вот то, что вам сказали, да, сообщить адвокату, и он скажет, еду, да, и дальше, третьим шагом. А дальше мы долго-долго переписываемся. Да, да, да. Ну, мы сейчас, для наших слушателей, я поясню, что мы шутим, но, как всегда, с долей шутки, да, потому что в каждой шутке есть доля правды. Тем не менее, вот мы ознакомились с документами, нам, вероятно, озвучили, да, зачем люди пришли, или, может, они сразу. Соответственно, что мы должны спросить? Необходимо, чтобы сотрудники, пришедшие, предъявили документы, которые будут подтверждать, что они здесь собираются делать. Если это обыск, что? Если это обыск, это постановление следователя. Что-то на нем особенное должно быть? Указано постановление следователя, номер подразделения, номер уголовного дела, обязательно, краткая фабула расследуемого уголовного дела, и также... Например? А копию нам должны дать? Копию постановления предъявляют, постановление предъявляют только для ознакомления. Копию не отдают? Копию нет, копию не дают, извините, но я на практике ни разу не встречался, чтобы мне запрещали откопировать, то есть либо сфотографировать на телефон, либо ксерогопию сделать. Обычно совершенно нормально это идут. Когда составляется протокол, здесь уже действует, собственно, правило, требование закона о том, что... Не, мы сейчас доберемся до протокола. Мы еще не приступили к обыску или к осмотру, и так далее, к проверке, и что у нас может происходить. Сразу хочу спросить, есть ли это обыск в жилище, потому что бывает и в связи с коммерческой деятельностью, тем не менее проводится обыск в жилых помещениях. Что-то особенное должно быть? Обыск в жилище проводится только на основании решения суда. Имеется... То есть здесь уже не постановление следователя, а здесь уже только суд может быть, да? Да, постановление следователя. Куда-нибудь спрячется. Просто в данном случае он должен в последующем будет обосновать. В течение суток должен быть обосновать свои действия в суде. И суд либо поддержит, либо не поддержит. Ну, в случае того, что суд не поддерживал, я не встречал. Хорошо. Итак, если у нас обыск, мы, если это не жилье, мы смотрим постановление следователя, и нам должны дать только для ознакомления, но, как правило, разрешают от копирателей сфотографировать. То есть если это жилье, то это должно быть решение суда. Если это не обыск, допустим, это у нас осмотр. Обследование. Обследование в рамках оперативно-розыскной деятельности производится обследование помещений. Это до возбуждения уголовного дела? До возбуждения уголовного дела, когда отсутствует основание для возбуждения уголовного дела. Обследование проводится на основании распоряжения. Данное распоряжение вправе подписывать вот в пределах города Москвы только начальник управления внутренних дел по административному округу, либо его заместителя. То есть начальник районного отдела, он такими правами не обладает. Собственно, в судебной практике есть такие дела, когда признавали недействительным и рушились приговоры. Вплоть до того, что приговоры состоявшиеся, они рушились, потому что признавались недопустимыми доказательствами, которые изымались в ходе обследования. Значит, в данном распоряжении обязательно должен быть указан полный перечень лиц, которые вправе провести это обследование. И тут мы только что ознакомились с удостоверениями, можем сравнить. Можем сравнить, несомненно. А в постановлении об обыске этого нет? В постановлении об обыске тоже есть, что проведение обыска поручается таким-таким сотрудникам. То есть и там, и там мы можем сравнить, те ли люди к нам пришли. Да, совершенно верно. Значит, кроме того, и проведение обыска, и проведение обследования обязательно присутствие понятых. Не менее двух понятых. Должны быть обязательно совершеннолетние. Ну, иногда правоохранители специальных понятых, своих, ручных вводят, да. К сожалению, с этой практикой не получается бороться. Да, действительно, есть так называемые фактически штатные понятые, которые ходят за правоохранителями. И все подтверждают. По всем действиям, да, и потом приходит в суд и совершенно спокойно дают показания. Право от выбора у тебя нет, да? К сожалению, да. Ты знаешь, мне должны 12 понятых привести, это их занятие, это их занятие этих понятых специально. Да, и законам не предусмотрено отвод по-нетому, по каким-либо признакам. То есть, поэтому здесь бороться с этим очень сложно. У нас до конца части полторы минутки буквально я хотела вот Игоря и Дмитрия спросить по поводу налоговой, да, составляющей взаимодействия с контролирующими органами. А вот с этой точки зрения, в этой области, кто может прийти на фирму, что у них спросить? А я вам могу сказать следующее, что на сегодняшний день существует такая практика, когда проводятся совместные проверки налоговых органов и Следственного комитета, либо там ОРЧ или как сейчас называется, я точно уже не знаю. Образделение МВД. Да, образделение МВД. Мы из нашей практики знаем случай, когда инспектор, зам главного бухгалтера расспрашивал, рисовал некие схемы на чистом листе бумаги и сказал, Марья Ивановна, ну вы мне-то, вы бухгалтер, я бухгалтер, скажите, как есть. А рядом стояла им забытая папка корона с вмонтированным видеорегистратором. И вот он вышел, а его знакомый, значит, уже оперативник из УЭППК, полицейский, зашел и в ходе, как правильно нас поправил Николай Егоров, обследования нашел этот видеорегистратор, обследовал и заселил, каким образом Николай Егоров нам подскажет, значит, это доказательство. Не, но даже мы сейчас не будем рассматривать, у нас 20 секунд не будем рассматривать, каким образом, потому что это все-таки дело уже адвокатов, да, и не постесняюсь этого сказать. Но нужно иметь в виду, что нужно быть очень аккуратным, да, не нужно там до, после, если проходит у нас какое-то действие, то, наверное, нужно аккуратно к этому относиться. Я прошу прощения, Дмитрий, я нашим слушателям хочу сказать, что мы сейчас две минуты выслушаем новости, и после этого сразу вернемся в эфир и продолжим обсуждать, как вести себя на допросе, в том числе в налоговом органе. Мы продолжаем обсуждать сегодня все вопросы, которые связаны с тем, как нужно вести себя на допросе. Мы расширили эту тему и говорим о том, как вести себя при обыске, в том числе при обследовании опроса, допроса и так далее. То есть тема у нас стала широкая. Я напомню, телефон студии, мы находимся в прямом эфире, 65 10 99 6, код Москва 495. Можно позвонить, задать ваши вопросы, рассказать историю, дать комментарий, либо написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». Также постараемся ответить на этот вопрос, хотя времени у нас осталось уже мало. И я бы хотела вернуться к той теме, которую мы в предыдущей части обсуждали. Мы говорили, Дмитрий, с вами. Вы сказали нашим слушателям, что сейчас распространена практика совместных так называемых проверок, когда идет проверка одновременно и налоговых органов, и полицейских неких органов, да, следственных? Да, просто это может быть такая проверка возникнуть на основании того, что правоохранительные органы сделали какой-то некий анализ, средства информации в рамках своих оперативных мероприятий. Они направили в налоговую цель рассмотреть возможности проведения этой проверки. Если вы будете проведать, то нас тоже не забудьте позвать. Либо налоговая сама принимает решение о том, что мы проводим эту проверку. Вроде бы там есть состав преступления по 199, либо по 159 статье, мы привлекаем состав проверяющей группы правоохранительных органов. И здесь уже в рамках этого правоохранительные органы делают наравне с налоговыми определенные мероприятия по сбору доказательства, опроса, осмотра. И все эти материалы потом сразу же положатся в материалы уголовного дела. А вопрос, какие документы должны быть представлены? Вот мы сейчас обсуждали, какие документы при обыске, при обследовании? Здесь самый главный документ это решение налогового органа о проведении выездной налоговой проверки, где указан состав проверяющей группы. И там уже должны быть указаны из всех ведомств, лица. Да, то есть там будет написано госналогинспектор такой-то категории и просто какие-то оперативные сотрудники, которые совместно с налогой участвуют в проверке. Бывают случаи, когда правоохранительные органы привлекают по середине этой проверки. И об этом тоже должен быть налогоплательщик должен быть уведомлено о том, что состав проверяющей группы изменился. В чем здесь суть? Почему мы должны об этом знать? Допустим, если в ходе выездной налоговой проверки, где не было привлечения правоохранительных органов, был получен протокол допроса участкового, допустим, налоговый сделал запрос участковому, найдите такое лицо и опросить его. Участковый пошел к нему домой, нашел его, опросил его, сделал там некое объяснение его, получил. Такая сила доказательств. Ей, здесь налоговой часто, в силу того, что им ленит повторно получить протокол допроса, это объяснение кладут в качестве доказательства по делу. И это доказательство, это объяснение получено сотрудниками правоохранительных органов в суде, не имеет никакой доказательственной силы. Потому что говорит, тот факт, что участковый опросил лицо, это говорит о том, что вы должны пойти и его опросить в рамках налогового кодекса. Вот смотрите, Дмитрий, я как раз вот здесь все-таки сторонник того, что мы сейчас озвучили и нашим слушателям сказали, тонкости, но тем не менее уверена, что далеко не все их сейчас запомнят, все вот эти тонкости. Нам нужно сделать, и мне бы хотелось сделать это прямо сейчас, некое резюме, что в тех документах, которые предъявляют сотрудники, неважно, зачем они пришли, неважно, кто это, налоговые органы или правоохранительные органы, тем не менее в этих документах должна быть указан состав той группы, которая что-то у вас будет делать. Если это налоговая, значит, там будут госналог инспектора, если это обыск, там будет следователь или кто-то еще и так далее. То есть в документах должны быть указаны те люди, которые к вам пришли. Правильно я озвучил нашим слушателям такой простенький вариант? Я почему хочу еще перебить вас, коллеги, потому что у нас есть звонок, Алексей на линии, давайте послушаем его. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел спросить, так, вопрос задать. В письменном требовании правоохранительных органов о предоставлении документов эта информация должна содержаться. То есть должно быть указано на основании чего требуются документы. Положим, если указано, что совместно с налоговой инспекцией проводится проверка, то с какой налоговой инспекцией? Это полицейский, да? Ну, здесь задает вопрос следующий. Если у вас это идет в рамках налоговой проверки... Нет-нет-нет-нет. Если пришло письмо из правоохранительных органов... Не налоговое. Нет, не налоговое. Но я вам скажу следующее, что если пришло письмо с правоохранительных органов, то это не в рамках налоговой проверки в отношении вас. Ну и вот Николай ответит. Такие требования очень распространены, их народе называют письма счастья. Здесь хотелось бы сразу обратить внимание, что законом предусмотрены определенные требования к данным запросам. То есть действительно, в соответствии с статьей 13 закона о полиции, сотрудники полиции вправе запрашивать и получать информацию, но при определенных условиях. То есть, во-первых, запрос должен быть мотивирован, должна быть указана причина, по которой данные сведения запрашиваются. Во-вторых, запрашивать сведения можно в одном из трех случаев. То есть, либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении проверок сообщения о преступлении, либо при рассмотрении дела об административном правонарушении. Все. И кроме того... А запрос должно быть указано в связи с расследованием уголовного дела или административным правонарушением? Обязательно. Это является мотивацией. То есть, должен быть номер уголовного дела, либо номер зарегистрированного заявления. У нас 4 минуточки, поэтому я немножко к такому телеграфному стилю прихожу. У меня у самой сейчас возник к вам вопрос. Очень хочу, Николай, услышать ответ. И на это у нас слушатели тоже. Вы говорите, мотивация. Мотивация может быть разная. Мотивация может быть в связи с расследованием уголовного дела по части такой, статьи такой, все, вот смотивировали. А можно более широко? А почему вдруг конкретной организации запрос? В связи с проверкой хозяйственной деятельности какой-нибудь фирмы? Ну, то есть, что нам всегда интересно? Там должно быть указано или нет? Конечно, нам всегда этого хочется услышать, но не обязательно. Да, как правило, мотивация является уже указанием на то, что проводится. То есть, расследование уголовного дела, либо рассмотрение сообщения. То есть, есть уголовное дело, есть номер, и как бы это достаточная уже мотивация. Мы всегда говорим своим клиентам. Звонок счастья, письмо счастья, визит счастья от правоохранителя автоматически вызывайте адвоката. Вот мы ехали на передачу, Николай рассказал как раз неделю назад. Клиент, хотя неоднократно его предупреждали, чтобы он не реагировал без адвоката, пошел сам, значит, это по ЦАУ было, да, или по какой округ, сам пошел рассказывать, какой он замечательный белый и пушистый. Не сдаваться, а наоборот, гордиться, какой он белый и пушистый, принес какие-то материалы вот по такому запросу, что-то наговорил, вот, и в итоге кончилось возбуждением уголовного дела, да. Да, к сожалению, была так инициатива проявлена не в ту сторону, так скажем, да, то есть он пошел погордиться, что все у меня здорово, зачем-то прихватил огромный список документов. Знаете, я даже вот не с точки зрения того, что каждый должен заниматься своим делом, а в принципе с точки зрения того, что, к сожалению, у нас презумпция невиновности, коллеги, я знаю, что и вы, я поучаствовала в обсуждении вопросов вообще наличия или отсутствия у нас в стране такого понятия, юридически оно присутствует, презумпция невиновности, с точки зрения применения в практике, вот свое, субъективно, я не могу высказать, что я с опаской отношусь к, скажем, этому словосочетанию, и ни одному своему клиенту не могу дать гарантию, к сожалению, что оно будет в должной мере и правильным образом вот к его конкретной ситуации применено. К чему я это сказала? Я просто к тому говорю, что, мне кажется, вообще игры сами по себе с правоохранительными органами, игры у нас в стране вообще никак не допустят. А здесь очень все логично. Трисовая категория не та. У них настолько много-то полномочий, что вы никогда не сможете с ними вместе соперничать на каких-то вещах. Ну, адвоката тоже столько нет полномочий, только знания. Ну, адвоката тоже. Поэтому вся сила, вся сила эта четко выстроена и проводит оппозицию. Которую надо выстраивать заранее, системно и с помощью профессионалов. Господа, одна минута. Вопрос у меня касательно протокола. Вопрос к Николаю в первую очередь. Что должно быть в протоколе? Прям тезисно. Можем ли мы взять копию и так далее? То есть что нам в нем смотреть? Очень быстро. Копия протокола обыска либо обследования обязательно должна быть вручена лицу, у которого проводился обыск. Обязательно. Об этом делается отметка. Очень рекомендую следить за поведением сотрудников, проводящих это мероприятие. Следить. То есть основные ошибки. Заходит кто-то в другое помещение. Один в одном, в другом ничего не видим. Это нарушение. Не стесняйтесь записывать эти нарушения отдельно на листочке и потом внизу протокола просто писать, что имеются замечания. Какое-то время, такой-то сотрудник ушел там куда-то. В протоколе не хватит места, поэтому лучше на отдельном листочке, а в протоколе просто написать. Имеются замечания, которые прилагаю на отдельном листе. Все, и этот лист будет, так сказать, неотъемлемым приложением. Мы вместе понятые должны видеть все, что происходит. Так как мы их не можем поделить, то, соответственно, они у нас не ходят по разным кабинетам. Если вдруг это произошло, мы обязательно должны это записать. Обязательно. Если мы не запишем, то сами перед собой виноваты. Совершенно верно. Какие подписи? 30 секунд, а мне еще надо как-то до свидания сказать. Подписи все должны быть. Всех, кто участвовал. Да, всех, даже если 20 человек пришло, мы проверили у них удостоверение, все должны подписать. Абсолютно. Все участвующие лица должны поставить свои подписи. На самом деле, очень жалко мне всегда бывает, когда заканчивается время программы, потому что мы, как всегда, не успели много важных вещей проговорить. Но я думаю, что и много важных, не менее важных вещей мы все-таки озвучили нашим слушателям. Огромное спасибо экспертам. Уже не успеваю вас всех назвать, но, тем не менее, каждый четверг в 11 часов «Формула права» в прямом эфире. Слушайте нас. Всего доброго. Спасибо огромное. До свидания.